Привет, я Клиффхенгер, и это первые два эпизода сериала «Пингвин». Смерть криминального авторитета приводит к волнениям в преступной среде города. К борьбе за власть подключаются дочь покойного и его верный помощник. О, шестерка мелкая. Бля! Это финка НКВД образца 1934 года от ножей Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Рукоять сделана из венгия, лезвия и закаленной стали 95-хром-18, что дает твердость 58-59 по роквеллу. Нож выдержит любую нагрузку и разрежет все, что не прибито. Разрубит монету, металлический профиль, проволоку, крыло автомобиля, да что угодно. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на все свои ножи. Рекомендую кузницу Барк. Заходите к ним в Телеграм или Ватсап по ссылкам в описании. Заказывайте крутые ножи ручной работы, а по кодовому слову «Клифф» вам дадут скидку 5%. Действие сериала начинается с нарезки новостей о Готэме после событий фильма «Бэтмен». Подрыв приспешниками загадочника плотины вызвал затопление. Сильнее всего пострадали бедные районы. Бедствие привело к росту преступности и мародерства. Смерть криминального авторитета Кармайна Фалькона вызвала вакууму власти в организованной преступности. Освальд Коблпот по прозвищу Пингвин, правая рука покойного, прибывает к затопленному ночному клубу «Айсберг Лаунж», чтобы забрать из сейфа компромат на влиятельных людей. За этим делом его ловит Альберто Фалькона, сын Кармайна. Подозревая, что тот просто хочет ограбить батю, Альберто угрожает пингвину оружием. На бывалой мафиози ловко припадают юнцу на уши, склоняя к распитию алкоголя. А отпраздновает, что он стал хозяином города. Будучи алкоголиком и наркоманом, Альберто с радостью соглашается предаться любимому пороку. В процессе он рассказывает Освальду о своем плане – наладить поставки нового наркотика. Также он хвастается перстнем, доставшимся от отца. Тот, в свою очередь, отжал его у конкурента – Сальваторо Марони, бывшего криминального босса, ныне мотающего срок в тюрьме Блэкгейт. В ответ пингвин делится воспоминаниями о криминальном авторитете района, где он жил в детстве. Местные уважали его. Альберто справедливо полагает, что Освальд тоже мечтает стать уважаемым авторитетом и смеется над ним и его внешностью, обезображенной годами криминальной жизни. Вспылив, пингвин убивает взорвавшегося выскочку. Затем, прикинув последствия, Освальд решает избавиться от тела и спускает труп по лестнице вниз. Хромая к автомобилю, он замечает шайку подростков. Они откручивают диски. Пингвин распугивает шпану, стреляя из пистолета. Однако одного юношу, Виктора, он догоняет и заставляет тащить труп в черном пакете до багажника. Угрожая убить его, если тот не будет слушаться, Освальд велит Виктору сесть за руль. Сам он во время поездки листает смартфон убитого, чтобы найти время и место поставки новых наркотиков. Они едут в переспальный район, квартал красных фонарей, где ошиваются проститутки. Там Освальд просит Еву избранную ночную бабочку. Обеспечить ему алиби на всю ночь, типа он провел все время с ней. Затем они с Виктором едут на свалку автомобилей, где сжигают ненужные документы, беседуя в процессе. Освальд показывает ему кучу дисков, которые можно было украсть без риска попасться. На рассвете они перекладывают труп в багажник старой тачки. Пингвин признается юноше, что убил Альберто Фалькона и напоследок снял с его пальца отцовский перстень. Когда наступает пора прикончить одноразового помощника, тот умоляет дать ему шанс. Виктор обещает верой и правдой служить пингвину. Учитывая тот факт, что парень почти из того же района, где вырос сам Освальд, преступник решает взять парнишку на работу хотя бы в качестве водителя. Первым делом они едут домой к Освальду, где тот переодевается перед новым рабочим днем. Даже меняет носки, обнажая изуродованную в ходе бандитских разборок ногу, из-за чего он, хромая, переваливается, как пингвин. Затем он едет на точку по расфасовке наркоты, где трудятся подчиненные. Там ему звонит Джонни Витти, младший босс семьи Фальконы, чтобы пригласить на приватную беседу в загородный особняк. По дороге Виктор гадает, догадались ли гангстеры, что Освальд убил их нового босса. Но пингвин не слишком переживает, предстоит обычный рабочий разговор. В особняке выясняется, что Витти вызвал его, чтобы сообщить пренеприятнейшие известия. Его точку закрывают. Из-за передела сфер влияния на подвластный Освальду район претендует другая банда. Пингвин уговаривает босса передумать, обещая, что скоро достанет новый наркотик, что принесет больше прибыли. Разговор прерывается с появлением Софии Фалькона, дочери Кармайна и сестры Альберта, которая из-за психопатических наклонностей проходила реабилитацию в клинике Аркхем. Она догоняет гостя на выходе, отмечая полевое отверстие в машине, результат стрельбы по подросткам. София интересуется, не видел ли Освальд ее брата. Получив отрицательный ответ, она приглашает его на обед. Во время обеда девушка говорит, что слова Освальда о новых наркотиках очень напоминают план ее брата подняться в криминальных структурах. Тот признается, что Альберта проболтался ему, но утаивает при каких обстоятельствах. Пингвин напоминает Софии, что ее брат – практикующий наркоман-алкоголик и наверняка просто ушел в какой-то загул. А он, как правая рука Кармайна, не может пустить бизнес на самотек, поэтому взялся за реализацию новой партии. После обеда пингвин с Виктором катятся на метро до припаркованной левой тачки, а на ней едут в старый жилой район. Там живет мать Освальда Фрэнсис. Преступник дарит ей ожерелье – одно из украшений, украденных из сейфа в Айсберг-лаунж. Авторитет просит мать уехать ненадолго из города. Несмотря на старческий маразм, Фрэнсис понимает, что сын что-то натворил. Освальд признается, что убил Альберта Фальконе и опасается за ее жизнь, если София узнает. Однако мать внезапно поддерживает сына, убеждая идти до конца и бороться за место под солнцем. Город ждет, когда ты завладеешь им. После этого у пингвина рождается новый план. Он заручается поддержкой Виктора, убеждая, что работая на него, он сможет выбраться из лагеря для пострадавших от наводнения и жить в особняке, как у семейства Фалькона. Юнет соглашается и отправляется выполнять свою часть задания. Сам пингвин идет в тюрьму Блэк Гейт, где встречается с Сальваторо Морони, головорезом, мечтающим остаться только одним. Он предлагает Морони сделку – вступить в войну с кланом Фалькона. Для этого пингвин хочет сдать свою наркоточку до того, как люди Фалькона вывезут деньги и товар. Морони отказывается, подозревая, что это какая-то хитроумная ловушка. Уходя, пингвин просит его подумать, после чего отдает перстень, отжатый когда-то кармайном – символ поражения и унижения Морони, проигравшего войну за власть. Возвращаясь домой, Освальд видит Софию с телохранителями. Его тоже замечают. Пингвин пытается удрать, но за ним пускаются в погоню. Добравшись до лагеря пострадавших от наводнения, бандит хочет затеряться в толпе. Преследователи бегут следом, не подозревая, что хитрый Освальд обманул их, спрятавшись в багажнике. Освальд садится за руль, но его хватает один из громил Софии. Отбиваясь, пингвин толкает парня под автобус. Однако сам смыться не успевает. Его вырубает другой подкравшийся громила. Девушка рассказывает, что брат был единственным, кто поддерживал ее и навещал в психушке. А когда он пропал, она расстроилась. И у нее есть подозрение, что Освальд причастен к этому исчезновению. Она нашла одного из подростков, которые пытались снять колпаки с примечательной тачки пингвина. Освальд убеждает женщину, что пацан врет. Та без зазрений совести убивает паренька, намекая собеседнику, что его ждет та же участь. Однако экзекуцию прерывает инцидент. Чье-то авто с блоком на педали газа и без водителя внутри врезается в клумбы возле дома. В багажнике автомобиля находится труп Альберта с отрезанным мизинцем. Именно на этом пальце он носил перстень. Надпись на крышке гласит «Расплата», не уточняя от кого и за что. Прооравшись, София не замечает, как пингвин довольно смеется. Когда Освальда отпускают, он встречается с Виктором, который и провернул фокус с трупом у машины. Авторитет рассказывает подчиненному, что отдал перстень Марони. И два этих факта должны привести к новой войне между преступными семьями, отводя от него подозрения. А уж он в образовавшейся суматохе урвет свой кусок власти. Чтобы запустить цепочку событий, пингвин навещает Марони в тюрьме. Там уже присутствует семья Сарватора, жена Надя и сын. Перетерев, они сообща решают осуществить план Освальда и выставить фалькона на товар и бабки во время транспортировки. Однако в назначенный час на точке появляется Джонни Витти и велит Освальду сесть в грузовик с товаром для дополнительной безопасности. Заметив присевшую на хвост тачку Марони, пингвин под предлогом проверки товара занимает безопасное место в кузове. Когда начинается засада, он стреляет в людей Витти и открывает заднюю дверь, впуская человека из банды Марони. Раненый водитель стреляет в предателя Освальда, но грабитель успевает убить его в ответ, приняв пулю. Освальд выбирается из фургона, пристрелив выжившего охранника, после чего пересаживается в тачку, оставив груз банди Марони. София в это время находится у психотерапевта доктора Раша. Но вместо рассказа о том, как она встретила чьего-то папу, девушка погружается в гипноз. Она вспоминает, как брат навещал ее в психушке. Воспоминания прерываются тем, что некто стреляет Альберто в спину. Но очнувшись, она вместо проработки травмирующих воспоминаний решает отомстить за брата. Вернувшись домой, София находит собрание главарей банды, включая Пингвина и родного дядю Луку, брата Кармайна. Луку назначили новым боссом семьи. Узнав об ограблении, девушка высказывает подозрение, что среди них завелась крыса, которая сливает информацию Марони. Она предлагает вычислить его, но дядя осаживает девушку. Несмотря на здравость идеи, мужской работой займутся его люди. Пингвин, пользуясь моментом, предлагает ей свою помощь, но расстроенная девушка грубо отказывается. Вместо этого она с личным телохранителем едет в бар, чтобы отыскать мужчину, который раньше работал на ее отца, пока не подсел на наркоту. Выдав ему в качестве аванса упаковку дури, София просит разнюхать информацию относительно того, кто в ее семье работает на конкурентов. Освальд в это время устраивает дома вечеринку для коллег и девушек с низкой социальной ответственностью. Его преданная подруга Ева подозревает, что тот убил Альберта. Когда этот факт всплывет, она и ее бизнес могут пострадать. Именно Ева обеспечила ему алиби. Гангстер успокаивает ее. У нее есть компромат на Джонни Витти, который спит с женой Луки. Как только новоиспеченный босс узнает об этом, спихнуть все остальное на Витти будет проще простого. Пингвин собирается передать фотографии Луки на похоронах Альберта. Однако с утра его вызывают к матери. У той обострилась старческая деменция. Убедившись, что с ней все в порядке, Освальд едет на похороны, но опаздывает. Лука уже покидает церковь под скандирование недовольной толпы, справедливо называющей семью Фальконе убийцами. Заметив одинокую Софию, Пингвин рассказывает ей историю о том, как переживала мать, когда похоронила его братьев. Для отвода глаз он врет, что та умерла несколько лет назад. Беседу прерывает появление телохранителя. Нанятый сыщик накопал информацию. София едет в особняк, где детектив показывает ей Эрвада, похищенного из больницы боевика Марони, выжившего при нападении. Девушка велит охраннику перенести тело в подвал и позвать ее, когда пациент отойдет от морфия и сможет говорить. Сама она отправляется в дом, где проходят поминки брата. В это время Освальда вызывает Надя Марони. Она недовольна, что их человека похитили из больницы и обвиняет его в том, что он намеренно не предупредил о планах Фалькона сделать это. За это пингвина хотят казнить, но он успевает рассказать об имеющемся компромате и плане развалить империю Фалькона изнутри. Надя отпускает его, велев позаботиться об Эрваде. Если он заговорит самому Освальду тоже не сдобровать. Гангстер отправляется на поминки. Чтобы осуществить задуманное, он велит Виктору подбросить в машину Джону Витти краденные бриллианты из сейфа. Сам он спрашивает Джонни, почему они доверили Софии разыскать стукача и допрашивать его в подвале. Так как девушка скрыла этот факт от семьи, Лука оказывается весьма недоволен самоуправством. Пока боссы мафии выясняют отношения в кабинете, Освальд спускается в неохраняемый подвал. Он говорит Эрваду, что его послала Надя и обещает вытащить его живым, если он скажет Луке, что работал на Джонни Витти. В этот момент звонит Виктор. Ему не удалось подбросить драгоценности, так как охрана застукала его. Понимая, что план трещит по швам, пингвин начинает импровизировать. Он достает нож и убивает пленника. Простых показаний без улик будет недостаточно, а под пытками он расскажет все как есть. Освальд успевает выскользнуть из подвала до того, как боссы спустились туда. Обнаружив труп свидетеля, Лука велит никого не выпускать и обыскать всех. Пингвин понимает, что дело пахнет жареным. Он втихаря перекладывает нож из кармана брюк в рукав пиджака, после чего обвиняет Витти в том, что он сдал маршрут конвоя с грузом наркоты конкурентам. Освальд начинает драку, пользуясь суматохой, когда охрана начинает их растаскивать. В итоге подброшенный нож находит в кармане телохранителя Софии, того самого, кто переносил Эрвада. Он пытается оправдаться, но девушка просит пистолет, чтобы лично убить его за смерть брата, которого Громила также должен был охранять в ту злополучную ночь. Однако вместо Софии его убивает сам Лука, к вязчему недовольствию племянницы. Понимая, что та так просто его не простит, дядя позже советует ей взять отпуск и отправиться в Европу, навестить историческую родину мафии в Италии. Освальду велят избавиться от двух трупов. Он велит Виктору копать могилу, а затем приказывает лечь на дно вместе со жмурами. Затем матерый преступник читает лекцию о том, что приказы начальства нужно выполнять, а не докладывать о неудаче. От этого зачастую зависят их жизни. Виктор должен понять, что роскошная жизнь просто так не дается. Удовлетворив ораторские потребности, бандит разрешает парню вылезти и закопать тела. Процесс воспитания прерывает телефонный звонок. София назначает Освальду встречу в семейном склепе. Там она говорит, что они с братом мечтали возглавить семью после отца, и что теперь она не позволит старпёрам обращаться с ней, как с пустым местом. Девушка предлагает пингвину заключить союз, чтобы захватить власть в криминальном мире Готэма. На этом первые два эпизода заканчиваются. Следующие серии будут пересказаны по мере выхода. Субтитры создавал DimaTorzok